МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте. На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов. Впереди них знамена прославленных частей и соединений несли командующие. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших влаги побежденных немецких войск на помосту под ножьем Мавзолея. Это было 9 мая 1945 года. Война всегда начинается внезапно, хотя спустя всего одно поколение для историков она кажется неизбежной. Тогда, в 41-м, началась самая страшная, самая близкая и самая дорогая. Великая Отечественная война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить. И сегодня выпуск новостей мы хотим посвятить нашим ветеранам истории этой войны. Многие ветераны живут одиноко. Их сверстников и боевых товарищей с каждым годом становится все меньше. Дети разъезжаются. У кого-то и вовсе нет семьи. И сейчас им особенно нужна наша забота, поддержка и просто внимание. Вот уже 15 лет Николай Егорович Спивак живет совсем один. Супруга умерла, а у детей свои семьи. Пенсионер незрячий, поэтому и гости в квартире бывают редко. Посещают его лишь социальные работники. Поэтому и при ходу депутата Гурсовета с поздравлениями ветеран очень обрадовался. За героизм, мужество, стойкость, проявленные во время Великой Отечественной войны, несгибаемую волю к победе, вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 72-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Совместному чаепитию Николай Егорович обрадовался даже больше, чем денежной помощи от Гурсовета в размере 6 тысяч рублей. В этом году ветерану исполняется 94 года. На войну он попал в 43-м году после авиационного училища и сразу же занял должность механика по вооружению в 17-й воздушной армии. Я отвечал за то, чтобы были правильно подвешены бомбы, чтобы были правильно заряжены пулеметы, чтобы оружие было на самолете в исправности. О войне рассказывает неохотно. Говорит, мое дело было маленькое, ведь в самолетах сам не летал. Но на механиках по вооружению лежит огромная задача – обеспечить на высоком уровне боеготовность бомбардировщиков, чтобы ни один не отказал во время боя. А если самолет сломался, быстро починить, порою прямо посреди поля. Там всегда страшно. Ночью бомбежкой, как правило. А утром уже друг над другом смеются, кто как бежал, кто где прыгал, как где прятались. Но и выстрелы могут быть долгожданными и радостными. Именно такой залп Николай Егорович с товарищами услышали 9 мая 45-го. Мы услышали ночную стрельбу. И думаем, что такое. Неужели нападение? Оказывается, что война закончилась. Каждый год 9 мая Николай Егорович надевает свой мундир и идет на главную городскую площадь, чтобы вместе с соотечественниками разделить радость победы. Алла Сухофизова, Роман Нагуманов, Городской телеканал ЮТВ. Старость в радость. Такую цель поставили перед собой волонтеры одноименной благотворительной организации. Свободное время они посвящают общению с теми, кто остался на старости лет без поддержки семьи. В преддверии Дня Победы активисты фонда привезли в Кудеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов праздничный концерт, сладкие подарки и необычных гостей. А родимы с ней ранее, нет слова простыни, что с победой в Кудесе возвратятся ныне. Наш фонд называется «Старость в радость». Мы занимаемся помощью пожилым людям и инвалидам, оказавшимся в домах престарелых. Сегодня мы приехали поздравить наших подопечных с приближающимся 9 мая. Сегодня у нас в интернате состоялся праздник. К нам приехали волонтеры. Они привезли нам прекрасное настроение, хорошие художественные номера, подарки. Жителям нашего интерната очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Было весело. И шутки, и хорошие песни пели, особенно военные. Хотелось бы, чтобы вы приезжали почаще. Кроме народного хора русской песни Зори Агидели, в этот день в Кудеевском доме-интернате были и другие, не совсем обычные гости, которые тоже подарили массу положительных эмоций. Мы сегодня приехали в интернат для инвалидов и престарелых в Кудеевке для того, чтобы познакомить их с нашими собаками и чтобы наши собаки познакомились с ними. Нам кажется, что у них, у стариков этих тоже схожая судьба. Они тоже остались в одиночестве, и им тоже неоткуда брать помощи. Наши жители интерната, они очень любят животных, домашних животных, вообще в целом животных. Они все, значит, изъявили желание подойти, погладить, поласкать этих животных. Очень многие наши жители фотографировались собаками, устроили целую фотосессию, и мы в дальнейшем будем распечатывать и дарить эти фотографии им на память. У нас интернат тяжелый, видите, какой больной, и мы-то еле-еле, но хочем вот теплоты. Когда вы приезжаете, после плакать охота, очень спасибо большое, что нас не забываете. Вы, пожалуйста, приезжайте почаше. Он мечтал стать генералом. На фронте Хамид Вагапов провел 6 лет. Сначала воевал в Финской, а затем и в Великой Отечественной. Сейчас ему 102 года. В праздничные дни в гостях у заслуженного ветерана побывала Алина Таюпова. Ходить Хамиду Гадеевичу тяжело, но все равно он радостно приветствует каждого гостя. Сегодня к нему пришла я и Тамара Михайловна. Она живет по соседству и помогает ветерану. Историю, которую рассказал мне Хамид Гадеевич, Тамара Михайловна знает наизусть и порой подсказывает. Память у ветерана уже не та. А ведь в 7 лет Хамид Вагапов пошел не в первый, а сразу в четвертый класс. Отец Мулана учил читать, писать, обучил языкам. В голодный 1921 год у Хамиду умерла мама и младший брат. Мачеха оказалась строгой, и поэтому в 12 лет Хамид с другом ушли из дома. Тогда в бактерии в юртах жили. Вот там останавливались, помогали им, они нас скорбили. Впереди была долгая дорога и две войны. Отучился Хамид Гадеевич в артиллерийском военном училище. В 1939 году пошел служить в армию и попал на Советско-фимскую войну. А год спустя 23-летнего парня вновь призвали в ряды защитников Родины на Великую Отечественную войну. Еще будучи призывником, Хамид Вагапов отличался от других юношей. Прибыл проведающий полковник, а я как раз дежурил. Я так доложил, что ни один лейтенанта так бы не доложил. Полковник подошел, тебе так и быть генералом. Об этом мечтал Хамид Гадеевич. Но война помешала, говорит ветеран. Воевать он отправился на 2-й Украинский фронт. Однажды, будучи командиром пулеметной роты, он приказал установить на кузове машины танковый пулемет. Только вот посмотрел, и все точно впадал. Налетели три бомбардировщика. Я нажал, и как раз правильно или в глаза попал, или в голову. Он так закрутился. И второй тоже. А третий хотел удрать. Я длинную очередь дал. Спустя некоторое время Хамид Гадеевича ранило осколком. Его вылечили, но на фронт пускать не хотели. Хамид Вагапов скрыл от комиссии свои ранения и вернулся в строй. Теперь уже на Балтийский флот. Войну я окончил город Пилава. И ранился Польшей. Тогда было двухметровой рвы, наполнено немцами. В Пилав и остался работать ветеран. Но из-за осколка в плече про службу пришлось забыть. А вот привычки военного остались. Он даже в этом возрасте, 102 года, он настоящий джентльмен. Придешь, он и разденет, и оденет, поможет. Это вот только у него такая вот сохранилась, по-видимому черта, как и у офицера достойного. А еще у Хамита Гадеевича осталась привычка рано вставать и три раза в день делать зарядку. Он разработал специальный комплекс упражнений. Я попросила показать некоторые из них. Хамит Гадеевич, хватит, говорю я. Обожди, отвечает ветеран и продолжает зарядку. А на прощание, конечно, желает всем здоровья. Тоже здоровья, всем надо. Спасибо. Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ. В России была разработана программа патриотического воспитания молодежи. Она рассчитана на пять лет и призвана увеличить долю россиян, которые гордятся своей страной. Стоимость разработанных мер по внедрению программы в жизнь оценивается почти в два миллиарда рублей. Как в Уфе прививают любовь к родине, насколько патриотичны жители нашего города, выясняла Анастасия Худик. Победа в Великой Отечественной войне. По мнению ученых, это основной спектр российского патриотизма. О важности постоянного обращения к этому событию в рамках патриотического воспитания говорится почти в каждой программе. Однако на практике это выливается лишь в проведение походов по местам памяти, встреч с ветеранами и концертов в начале мая. Конкретной статистики по этому поводу нет. Но, тем не менее, среди опрошенных молодых людей всего лишь 2% сказали, что кумирами и их идеалами являются какие-то великие спортсмены, какие-то генералы, военнослужащие. И то есть люди успешные, правильно, если можно так выразиться. Остальные 98% это рок-звезды, поп-звезды различные, бизнесмены и прочее. В большинстве своем взрослые люди согласны с недостатком патриотического воспитания нашей молодежи. Моя внучка, ей сейчас 14 лет, даже о многом не знает. Мало, наверное, повещают по телевизору, а в школе, наверное, вообще не говорят об этом. Поэтому вот ты ее спрашиваешь, она как-то вот, да деда, я говорю, что-то я ее не знаю. Молодежь сейчас отрицательно воспитывается по интернету и, к сожалению, по нашему общему телевидению. Такие вещи просказывают, что пора уже цензуру вводить на телевидение. Морально-психологическую, этическую и так далее. Это очень надо. Тогда и молодежь будет лучше. В Уфе вопросом патриотического воспитания занимается комитет по делам молодежи администрации города. Они работают по трем направлениям. Это курирование военно-патриотических клубов, организация работы с детьми, находящимися в группе социального риска и проведение гражданско-патриотических мероприятий. В принципе, вот если смотреть на молодых людей, которые посещают наши мероприятия, ну, конечно же, можно смело, наверное, сказать, что это патриоты будущие. А те, кто занимаются в военно-патриотическом клубе, вообще без сомнений. Они готовы защищать Родину, готовы морально, готовы физически воспитываться в правильном духе. Однако некоторые считают, что понятие патриотизма в том виде, в котором его пытаются донести до детей, уже давно устарело. Современные дети, они немножко другие. Они выросли в другом обществе. Но у них нет такой значимости страны, наверное, патриотизма, да, что вот мы, ну, когда я жил, то есть я 79-го года рождения, мы самые большие, самые сильные. У них этого нет, и в принципе, это, наверное, не очень-то и важно. Вот то, что даже сейчас пытаются там последние 3-4 года там насадить, вот этот патриотизм, он, по-моему, им точно не прокатит. Они более ориентированы на общество, на весь мир. Это вообще отлично. Потому что, ну, я не хочу жить в Северной Корее. Я хочу жить в открытой стране, в свободной, которая ориентирована на весь мир и общается со всем миром. В России сейчас действует четвертая по счету федеральная программа патриотического воспитания, которая охватывает период с 2016 по 2020 год. Но чаще всего, к сожалению, эффективность этих программ оценивают лишь по количеству проведенных мероприятий. Анастасия Худик, Сергей Ямаев, городской телеканал ЮТВ. Полисадник перед домом по адресу проспект Октября 92 некогда славился одним из самых цветущих в городе. Красочные клумбы украшали его с ранней весны до поздней осени. В прошлом году, во время ремонта теплотрассы, полисадник разрушили. Сейчас его восстанавливает 88-летняя бабушка. Саженцы цветов и семена Дина Ивановна покупает на свою пенсию. Я Дина Ивановна. У меня крепкая рука, да? Очень. Очень крепкая рука. 20 лет этими руками Дина Ивановна вскапывает клумбы в своем дворе. Родители всегда говорили, там, где живет девочка, должны быть цветы. Тогда приедет хороший жених. Жениха Дина Ивановна встретила в Уфе, хотя родилась в Новосибирске. Сюда приехала, посмотрела и говорю, боже мой, сколько пропадает земли. Я вышла и стала тут сажать. Вот грядочку посадила, вот еще грядочку. Тюльпаны, нарциссы, ирицы. Для мальчиков из садов попросила женщин, дайте кустик, смородинку, кружовничек. Вот там посадила, чтобы они не бегали, не топтали. Я говорю, это вам будете кухать. Из того подъезда бежит учительница, говорит, я люблю книги, цветы делать, ничего не умею, сделайте мне клумбочку. Одну, вторую клумбу сделала Дина Ивановна, так и разросся цветник. Думала, жители ухаживать будут, но нет. Дине Ивановне никто не помогал, никто не помогал. Выйдут, все восхищаются, все говорят, прекрасно все. Я помогала немножечко, очищала. А сейчас уже годы у меня не те. Подходят такие полные женщины, говорят, на какой вы диете, бабушка, скажите, так вы сохранились. Я говорю, я вам дам одну грядку, и вы за лето похудеете. Дина Ивановна не только диеты знает, но и от каких болезней могут вылечить цветы. Я говорю, вот зацветет сирень, это от травматизма, чтобы суставы не болели. Зацветет липа, это от легких. Зацветет ландыш, это от сердца. Мы воздух дышим, мы таблетку не пьем, а нас уже лечит сама природа. Дина Ивановна говорит, что любила чертить и математические расчеты производить. Вот только делая клумбы, она просчиталась. Часть из них оказалась над теплотрассой. Осенью производился ее капитальный ремонт. Закопали 290 тюльпанов, вот сюда в траншею. 180 пионов. Я вот так вот закрывала лицо и говорила, господи, сделай так, чтобы сердцу было не больно, чтобы стрела меня не ударила, мне так жалко. Подрядная организация при ремонте теплотрассы повредила газон, и поэтому за счет собственных средств он, подрядчик, восстановит этот газон и высадит цветы. Мы договорились ей помочь между домами, да, там машина заезжает к ней на грядке, мы здесь ограждение сделаем, уберемся, клумбы поможем прокопать. Дина Ивановна обязательно выступит таким контролером со стороны двора, и мы всегда стараемся помогать таким жителям. После того, как бульдозер весь двор разворотил, Дина Ивановна думала, что не выйдет больше в свой полисадник, но увидела, росточки вышли и бросить их не смогла. Не бросили ее и жители, а также сотрудники ЖЭО и Управления коммунального хозяйства города. Сегодня Дине Ивановне помогли перекопать землю, привезли чернозем, мы подарили семена цветов. А в середине мая сотрудники горзеленхоза обещали посадить цветы. Скоро здесь снова будет цветущий сад. Алина Таюпова, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ. Да как же поднять патриотизм молодежи и, возможно, не за 2 миллиарда рублей? Праздничные выходные уфимцы могут посетить экспозиции в музее города, посвященные празднику Победы. В историю страны окунулась Алина Гребешкова. Из республики на фронт отправились более 700 тысяч человек. Из них 300 тысяч домой так и не вернулись. О жизни Башкортостана в годы войны посетители узнают в Национальном музее. Масштабная экспозиция разместилась и в залах Башкирского музея имени Нестерова. Почти 400 произведений 92 художников. Привезли картины из села Воскресенское Мелиузовского района. В годы войны туда вместе с преподавателями были эвакуированы из Москвы ученики школы при институте имени Сурикова. В это время Башкирия принимала огромное количество эвакуированных заводов, госпиталей. Огромное количество. В Уфе они не остались по причине того, что здесь действительно просто не было места. 200 человек детей с 12 до 16 лет. Некоторые дети там встретили 18-летие и ушли на фронт вместе с воскресенскими мальчиками. Письма с фронта, солдатские трудовые будни, оружие и техника. История Великой Отечественной войны посвящена экспозиции Музея боевой славы. Многие экспонаты можно потрогать руками и даже примерить. «Была война, была победа» – это выставка, посвященная уроженцам республики. Центральное место в экспозиции занимает картина башкирской художницы Веры Фроловой под названием «Бессмертный полк». Уфимцы увидят также личные документы, награды и трофеи, привезенные солдатами из Германии. Сохранились и уникальные экспонаты. Письмо солдата, Митхат его зовут, тоже уроженец нашей республики, пишет домой, что он жив-здоров, что он соскучился. И скоро уже дело приближается к победе. Второй документ тут уже пишет друг этого самого Митхата. К сожалению, мой самый близкий друг Митхат погиб, и это в последние дни войны. К сожалению, вот так вот его трагически судьба оборвалась. 9 мая Музей боевой славы откроет свои двери для всех желающих. Вход свободный. Алина Гребешкова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. У меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите своих близких. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин